здравствуйте намастэ здравствуйте эту тему выбрала для эфира кто я ну прям очень философскую когда бы я думала выйти в эфир с такой темой кто я очень прям глубинная тема ну будем позволим себе немного пофилософствовать позволим себе ответить на эти глубинные вопросы здравствуйте намастэ рада вас приветствовать ну что ж давайте сразу и начнем я буду рада если вы будете мне подсказывать давать обратную связь и ответы на вопросы наверное сначала мы с вами попробуем поразмышлять о том что мне принадлежит в этом мире что же есть такое в этом мире что мы не по праву принадлежит и начнем с того с размышлений или с осознаний до лето рада видеть григорий аль лена так кого угадываю по фамилии кристина очень рада давайте я начну делиться с тем теми знаниями которые приходят нам из вед из ведических писаний много знаний приходит нам из сказок из сказаний из былин каждый с каждому сказанию были не существуют ключи и когда мы с вами растем совершенствуемся мы меняем ключи то есть вот с этим ключом мы можем открыть только эти двери когда у нас приходят другие ключи в наше владение мы уже можем открывать другие двери таким образом когда мы с вами совершенствуемся растем познаем мир через познание себя перед нами открываются все больше дверей и вот эти ключи они многие ключи лежат или ответы на вопросы лежат в наших сказках сейчас я хотела бы поговорить с вами о том что такое дух что такое душа в чем разница потому что если мы хотим с вами узнать кто есть я зачем я живу куда я иду куда я пойду по завершению жизненной игры лила в индии называет жизненная игра у нее есть название это божественная игра название лила для этого давайте все таки узнаем что или кто такое что есть дух вот как говорят смотрите есть человек духовный есть человек душевный есть малодушный или великодушный вот эти слова сейчас они мало в обиходе у нас находится но мы можем задуматься об этом до духовный человек дух сильным духом или слабый духом человек что такое дух и душа сейчас мы с вами будем разбираться потому что если мы знаем с вами понятие разницу между духом и душой многое становится на место то что буду говорить вам я это одна из точек зрений потому что на самом деле их множество вы прислушивайтесь к тому что говорю я и насколько это откликается с вами прислушивайтесь к своему сердцу и кроме того вы можете опять для того чтобы познать истину нужно прислушаться к мнению компетентного человека эксперта к своему собственному опыту что говорит сердце плюс ведические писания или именно писание как основа знаний и желательно древних знаний то есть у нас с вами дано три критерия истины если вы будете верить только эксперту или только новостям или только своему личному опыту то к истине мы не придем три критерии истины и нужно познавать именно вот эти три критерии истины для того чтобы узнать истину правду и так дух физических писаниях бхагавадгите сказано что дух нематериальный он выше чем материальная природа это нечто нерождаемое существующие всегда и везде неумираемое неиссякаемое не разрушимое неопалимое непотопляемое это есть та энергия которая всегда была всегда есть всегда будет это есть дух та частичка всевышнего огнеотворения который живет у каждого из нас дух присутствует вот эта частичка духа присутствует в абсолютно всех живых объектах и камень является тоже живым растение трава насекомое животное это все есть живые объекты вокруг нас абсолютно все живое горит огонь он живой он в другой форме но он живой это живое существо горит солнце это живое существо оно не в человеческой форме дует ветер это тоже живое существо и если мы с вами будем осознавать это и прислушиваться к тому что весь мир вокруг нас живой тогда нам будет и интереснее с ним взаимодействовать я вам говорю как уже рассказывая основы волшебства и магии взаимодействий с миром с полюбовным взаимодействием с окружающим миром для этого мы должны знать что такое дух так вот дух это есть частичка маленькая толика этого огромного сияющего огнеотворения которое живет в каждом из нас и вот этот дух уже привлекает и формирует наше тело нашу уплотненную оболочку она твердо уплотненной на самом деле это есть энергия которая проявилась как твердая до как нечто то что можно потрогать на самом деле это есть тоже вибрация это с уплотненный свет плотной энергии но может быть немножко я так вот заумно говорю но тем не менее у меня люди которые слушают мои эфиры вы обладаете интеллектом все и все являются волшебниками так вот дух не рождаемый неумираемый он живущий всегда и пребывающий всегда и везде абсолютно во всем а душа это уже одна из оболочек одна из энергий которые переходят из воплощения воплощение это качество то есть душа человека это есть как сияние обрамляющие вот этот дух вспоминаем вот как вы думаете да вот давайте я вас прошу душа душа что такое душа вот вы можете например о себе даже сказать бы говорят же болит душа или радуется душа или плачет душа дух он постоянно сияет это истинно дух он постоянно пребывает живет в разных формах а душа она плачет или радуется что для вас есть душа напишите пожалуйста будет будет мне очень интересно узнать ваше мнение так вот есть такие высказывания как бездушный человек или великодушный что такое душа и я буду с вами делиться опять вот теми знаниями которые мне приходят я постигаю со своим жизненным опытом душа это есть одна из энергетических оболочек а у нас их с вами множество ну вы знаете есть аура на или самая первая оболочка вот физическая оболочка вспоминаем матрешки наши матрешки это как раз таки есть куклы которые являлись обучающим инструментом то есть набором ну да набор из куколок там обычно это 9 было то есть 9 основных оболочек вот самая маленькая куколка в матрешке это дух это та нерождаемая неумираемая частичка духа и далее вот эта матрешечка она обретает свои тела и оболочки первая оболочка это аура или жарьи тела вот наше сияние до которая она у всех разного размера естественно разного сияние разные формы так вот душа это есть одна из оболочек душа бывает взращивается нами в течение жизни и душа обретает определенные качества которые мы тело меняет свою свою мерность телом и оставляем в одном воплощении обретаем другом воплощении то есть тело меняется а качество души она переносится из воплощения воплощения то есть каким образом взращивается душа пока я не вижу еще ответов что такое душа как вы думаете напишите пожалуйста так вот душа взращивается благодаря нашим победам нашим этическим подвигам например когда очень хочется съязвить и ты промолчишь когда очень хочется что-то сказать и ты успокаиваешься когда у тебя много боли или наоборот радости прям эмоции эмоции бурлят и ты вместо того чтобы проявлять эмоции ты чувствуешь внутри себя вот это вот один из способов работы с эмоциями тот который я говорю своим ученикам во время своих занятий йогой это есть один из способов работы с со своей судьбой со своими самыми разными событиями которые происходят это чувствование так вот когда мы с вами направляем свое внимание в себя в тело в ощущениях переживания мы тоже взращиваем в себе душу как одно из оболочек друзья скажите я достаточно просто говорю или может быть заумно мне хочется донести до вас вот все простым языком чтобы было понятно чтобы было ясно и вот как пример как я привожу это куколки матрешки которые являются как раз таки образцом или образом строение энергетического строения человека куклы матрешки понятно ли вам это что вы хотите может быть по поводу душа что вы ощущаете я пока не вижу не могу прочитать вот есть еще один комментарий мне очень хочется услышать от вас обратную связь получите обратную связь жильета главная суть человека которая нас ведет по жизни до душа связана с чувствами с эмоциями наша душа желает чего-то и вот эти желания благодаря желание мы с вами опять воплощаемся на землю потому что появилось желание и мы раз опять возвращаемся с вами то есть именно желание запускают желание желание запускает желание души воплотиться еще раз прийти на землю и вот таким образом мы с вами продолжаем наше воплощение продолжаем наш путь пока в какой-то момент душа настолько созревает или вызревает что приходит к такому моменту к такому состоянию наполненности что происходит эти как вот яйца в инкубаторе ли у курочки она их высиживает высиживает вот этот зародыш в яйце зреет 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 и в какой-то момент происходит рождение самого цыпленочка также у нас с вами на судьба нам даются множество самых разных уроков самых разных событий и через боль и через радость и и так и так и благодаря тому как мы проходим вот эти свои жизненные испытания насколько мы соблюдаем или ведем себя или соблюдаем свой кодекс чести или живем по совести вот благодаря этим нашим урокам мы обретаем определенные и способности и знания и жизненные события выстраиваются то есть для того чтобы взрастить в себе душу нужно уметь контролировать конечно же свою речь прежде всего контролировать свои мысли то есть это вот я пока говорю все о душе о том как взрастить себе вот эту оболочку сейчас мы живем в том мире когда это ценится или не ценится вообще да ну или очень очень редко когда ценится и в основном конечно же такими же великодушными душами ну такой у нас урок мы пришли с вами жить вот именно в тот период когда когда происходит переоценка ценности ну вот это просто для для нас скажем для нас для душ который на самом деле стремятся к чистоте к осознанности к великодушию для нас более уровень игры виртуальной игры у нас сложнее это значит что мы можем это пройти это то что касается что я хотела и с вами хотела поделиться по поводу дух и душа разница в чем разница существенная душа душу можно продать душа это та оболочку которую ее можно легко потерять данное время мы проходим с вами урок довольно таки серьезный где идет борьба за каждую душу за каждую душу это информационная война и поэтому очень хочется призвать и вас и принципе и эфиры я провожу эти еще для того для себя прежде всего еще раз как бы утвердиться в том еще раз проговорить что на самом деле очень важно что мы думаем что мы говорим что мы позволяем себе какие высказывания это очень-очень сейчас важно и вот в это в данное время спали маски с лиц людей сейчас видно кто чего достоин такое непростое и трудное время время испытаний это есть как раз таки тот момент когда видно у человека всегда в стрессе когда человек в стрессе проявляется все качества более яркие чистые качества еще начинают еще больше проявляться и то же самое происходит с темными качествами не опять нет плохого нет хорошего я просто озвучиваю что происходит в данный момент если это с вами созвучно поставьте пожалуйста мне плюсики мне тоже интересно узнать насколько интересно вот это вообще тема которая затронула я хотела бы придвинуться перейти к следующему еще более глобальным вопросам и хочу спросить вас давайте сейчас подумаем что принадлежит мне что есть мое вот сейчас вот в этом вопросе или в этих ответах мы как раз с вами и докопаемся или будем докапываться до истины кто я давайте узнаем что мне принадлежит в этом доме да вижу григорий плюсик натали ольга интересно тема хорошо вижу благодарю светлана душа бессмертная субстанция да вот как раз то что я сейчас озвучила бессмертная субстанция это дух душа это оболочка обрамляющие дух они очень тесно связаны дух это то что бесконечное нерождаемая неумираемая а душа как одна из оболочек она она может претерпеть изменения и даже должна то есть течение нашей жизни мы накапливаем то есть благодаря вот этим душевным качеством мы можем трансформироваться или прийти как раз к этому состоянию к состоянию которое в индии называют просветление то есть состояние когда человек набирает качественный уровень и переходит совершенно в другую форму бытия в звездную форму бытия это все что я говорю это можно прожить на игре лила я являюсь ведущей игры лила и и провожу обучение вот об этих как раз вопросах мы всем говорим во время обучения игры лила кстати если у вас есть желание пройти вот это обучение стать ведущим пожалуйста обращайтесь именно в игре лила все четко ясно видно весь путь души с 0 как происходит рост как происходит падение взлеты перевоплощение потому что вы грелила можно пройти несколько перевоплощений ни одно и не два множество и в какой-то момент игра завершается когда человек становится возвращается в точку в клеточку космического сознания такие интересные философские темы сейчас от я затронула вижу ваши плюсики благодарю благодарю так вопросы меня что есть мое скажите пожалуйста принадлежит ли мне мой дом принадлежит ли мне моя машина принадлежат ли мне мое тело мое ли она вот тело мое она мне принадлежит да вот оно мое и я бы хотела затронуть вопрос долгосрочно или вечно что мне принадлежит вечно если мы вот прям с вами говорим уж философствуем сегодня именно теме вечности что мне принадлежит вечно навсегда я просто хочу чтобы мы задумались сейчас в такой переходной момент очень важный джульетта пишет мысли мне принадлежат чувства мне принадлежат выбор развития выбор мне принадлежит это тоже будем разбирать здесь что-то что с чем-то я согласна с чем-то не очень вопрос джульетта вот мысли принадлежат ли мне мои мысли такой вопрос вы включаете телевизор смотрите новостные каналы далее его выключили и у вас пошел поток мыслей если бы вы не включали телевизор до до поступления каких-то новостей и после этого мысли точно ли они ваши это раз ты привела пример после просмотра новостей второе у особо чувствительных людей вы попадаете например в какое-то на какую-то вечеринку или концерт это может быть все это может быть фестиваль это может быть медитация или это может быть наоборот какой-нибудь там молодежный рок-концерт и вы замечаете мысли вы прям проживаете эти мысли и особо чувствительные люди чувствуют что это не мои мысли это это как-то я думаю но это не не мои мысли понимаете о чем когда начинаешь ты на самом деле знаешь себя свои мысли свое состояние и попадая в разную ситуацию мы начинаем замечать что оказывается и мысли они не мои то есть мы с вами считываем мысли кроме того просмотр про после просмотра новостей мы тоже мысли чита считываем они не не принадлежат понимаете о чем я говорю особенно сейчас тот момент когда у нас идет поток информации огромный поток по качеству совершенно низкого качества скажем честности и доверия поэтому что мне хочется даже ли это согласна что мне хочется донести что мысли нам не принадлежат и кроме того есть прекрасный нейрофизиолог у него очень много самых разных научных регалий татьяна черниговская возможно вы слышали так вот эти татьяна черниговская просто ей доверяю к компетентному человеку она говорит что уже известно и доказано учеными что до того момента пока я приму решение за 25 секунд ним ним минуточку внимание за 25 секунд до того как мой мозг примет решение да или нет уже ответ ясен понимаете что происходит то есть нам поступает уже информация которую мой мозг должен принять решение да или нет за 25 секунд мозг знает что он примет это даже не 2 секунды я не я поверить тоже не могла это не два там 0,2 секунды десятых там или сотых 25 секунд послушайте татьяна черниговскую то есть она говорит откуда у нее эти данные так далее и далее что происходит что наш мозг начинает сам себя убеждать что это он принял решение на самом деле решение принимает кто-то я хочу донести что мы живем в информационном поле и единственный способ каким образом можно принимать по крайней мере стремится принимать свои собственные решения очищать свой ум от мыслей единственный способ это остановка ума это медитации когда мы отключаем ум когда мы переходим в определенное состояние сознания благодаря определенным опять-таки есть нюансы я просто не буду говорить где мы сосредотачиваем свое внимание каким образом мы дышим каким образом мы делаем или задержки дыхания или наоборот дыхательные практики это прекрасный способ очищения сознания поэтому такое большое внимание я уделяю и сейчас мне курс обучения идет и два месяца шел открытый благотворительный марафон от всей души зная что это сейчас идет по предназначению согласно астрономической погоде сейчас мы с вами должны работать с чем с дыханием мы сейчас должны с вами работать со знанием с родом родовые практики вот эти все это время я иду согласно вот этому наитию то есть меня ведут через меня дают информацию людям поэтому я вот сколько говорю и вам занимайтесь йогой занимайтесь практиками остановки своего своего мыслительного аппарата да то есть его надо отключить хотя бы на хотя бы на доли секунды хотя бы на секунду если это произошло то вы попадаете в поток истины на самом деле вот вы сейчас слушаете вот уже можете чувствовать да что-то откликается например вот здесь вот откликается что-то я слышу как-то она созвучно да со мной это один из критериев это не значит что правда это один из критериев тело вам говорит что созвучно далее нужно это все тоже изучать для того чтобы прийти к истине мы с вами постоянно дышим воздух на то есть воздух это энергия мы с вами впитываем энергии постоянно истинно отовсюду к нам идет то есть если мы отключаем свой ум мы можем попасть в поток истины но как мы в него попадем если у нас вот тут вот мешалка если у нас тут телевизор интернет каким образом даже если мы впитаем эту истину она тут же получит тут уже исказиться и мы опять эту истинную информацию или этот поток энергии истины мы ее тут же превратим другое поэтому что необходимо делать дыхательные практики йога присоединяйтесь прям вот вот сколько я говорю и это требование времени если мы хотим сейчас с вами не просто жить или выживать а жить и насколько можно качественно сколько можно сейчас все что происходит с нами это касается тела здоровья выживания работы со страхами работы с сознанием работы с родом вот это все что дает нам сейчас эта задача вот этот предмет который мы сейчас проходим если кто-то слышит меня уже до кто слушает меня прислушивается люди действуют и и меняется судьба в лучшую сторону и так возвращаясь к тому принадлежат мне ли мои мысли нет не мы не мои мысли не принадлежат не вам ваши мысли не принадлежат мы все попадаем под влияние телевизора газет интернета и кроме того под влияние нашей матрицы то есть планет я являюсь ведическим астрологом то есть под влияние планет которые отражены в нашей натальной карте то есть уж понимаете что получается попадая сюда в нашу матрицу мы уже попадаем в игру и играем для того чтобы нам с вами научиться жить нам намного гармоничнее или попасть в эту игру и играть на самом деле в эту игру нужно научиться нам с вами отключать успокаивать свой ум потому что он формирует события которые случаются с нами в жизни что еще хотела бы ага это мы с вами говорили что мне принадлежит принадлежит ли мне дети муж мне их дали мне дали ребенка чтобы я себя совершенствовала как женщина мне дали мужа для того чтобы я себя совершенствовала как женщина в апостаси женщины кому-то отдали бизнес большой для того чтобы вы проигрывали себя в роли бизнесмена или управляющего или бухгалтера нам это все дают но нам это не принадлежит не работа не машина не дом мы уже узнали не мысли даже эмоции чувства нам тоже не принадлежат подумайте поразмышляйте я рада услышать ваши возражения напишите мне и скажите виктория ты не права мои чувства они мои личные вот напишите кто кто не согласен и мы разберем с вами по поводу чувств принадлежат ли чувства мне эмоции мои которые идут принадлежат они вообще мои или нет эмоции настроиться на мыслях мысли пришли чужие и на них идет ответная реакция срабатывает гормональный фон вырабатывается гормоны и тут же либо мне хорошо либо я влюблена либо я ненавижу да то есть вот пошел гормональный у нас то есть нас как работает организм мысль и сразу же срабатывается срабатывает определенный химический коктейль впрыскивается в кровь нейромедиатор и вот это вот химический коктейль нами уже заведует и только те люди которые начинают останавливать свой ум работать собой по крайней мере те кто знает вот вы сейчас слушаете меня и что-то у вас уже произойдет вас ключица эмоция вы задумаетесь она ваша а может быть это эмоция соседа а может быть это эмоции человека с телевизора а может быть это ваши эмоции вашей мамы а выросли когда вы были маленькая мама боялась собак и дети автоматически боятся собак понимаете то есть вот немножечко нам хочется чтобы мы стали с вами в конце концов задумываться это мои эмоции то мои чувства но все-таки давайте приблизимся а что же мне принадлежит вижу ваши сердечки благодарю я вас на и на загрузила тишина в чате тишина никто ничего не пишет поставьте мне напишите что-нибудь интересно ли эта тема на самом деле такая очень глубинная тема сейчас солнце переходит в ведической астрологии я являюсь ведическим астрологом приглашаю вас на консультации если вы хотите определиться и с предназначением и что делать в ближайшее время на что обращать внимание пожалуйста что вас ждет ближайшее время сейчас нас происходит смена узлов кармических вот буквально в середине марта ну вот вот уже середина марта прям сейчас происходит смена кармических узлов то есть большая перестройка происходит тарас 18 месяцев случается у каждого человека сейчас будет меняться да то есть в мире это глобально меняется и вот март апрель месяц очень важные судьбоносные периоды для нас поэтому если вы хотите знать куда направлять внимание что делать как не соответствовать с требованиями времени и с моей судьбой как не идти согласно плану то очень конечно же хорошо если мы с вами отправляемся ну или идем к астрологу опять-таки к астрологу не просто астролог как предсказатель а вот я себя наверное лучше назову астропсихологом то есть как изменить себя для того чтобы соответствовать требования ага влад говорит классная тема полностью откликается да такая глубинная тема ну что мы приблизились с вами к тому а что же мне принадлежит если мне ничего не принадлежит если мне это дали в пользование мне дали в пользование и это это и еще и еще вот столько всего мне дали пользоваться для того чтобы я взрастила свою душу оболочку душу чтобы я взрастила чтобы душа с каждым воплощением становилась больше и больше и больше человек с большой огромной душой с большой душ он всегда ощущается к этому человеку тянутся люди когда у него большая душа великодушный человек вот сейчас я думаю вы уже вы знаете таких людей великодушных людей и малодушных и малодушные люди опыт вот опыт как раз опыт он очень перекликается правда именно с о опыт и взращивание души вот мой опыт жизненный он влияет на то как взращивается душа и все таки что мое точное навсегда и каждый из нас обладает и вот прям сейчас мы с вами с этим соприкоснемся прям сейчас я предлагаю нам с вами ощутить и побыть в этом моменте и еще раз прикоснуться к тому нас будет короткая медитация сейчас для того чтобы ощутить что принадлежит мне мое родное вечное изначальное вам хочется нравится такая идея ощутить вот это поставьте сердечки или плюсики и мы с вами это сделаем кто хочет прикоснуться к состоянию того что моё что есть не принадлежит чтобы мы прожили это счастье когда мы проживаем вот этот момент вечности это и счастье чувства мне принадлежат опять смотрите григорий чувства чувства они происходят из ума правда же в основном в основном мысли и чу вот мысли какое-то состояние я ощущаю чувства чувства состояния григорий я бы сказала состояние состоянием не принадлежит до мое состояние когда я его переживаю оно мне принадлежит да ну что есть хорошо есть плюсики тогда сейчас мы с вами я предлагаю сейчас ощутить воспринять то что по праву принадлежит мне предлагаю всем закрыть глаза тогда у нас будет с вами небольшая медитация для того чтобы прикоснуться с тем что на самом деле мне принадлежит до до того пока вот сейчас помедитируем хочу сказать что ссылочки на вконтакте в telegram канале в историях у меня увидите кому интересно продолжать общаться время есть такое время мне принадлежит принадлежит ли мне время давайте сделаем медитацию а потом вы ответите принадлежит мне время или не принадлежит время это очень интересная величина мистическая величина и время меняет всегда свой ход когда-то найдет быстро когда-то медленно это на самом деле мистика время давайте закроем глаза я предлагаю сейчас ощутить все-таки побыть тем что же мне принадлежит сядьте удобно на стул если вы сидите на диване то постарайтесь не облокачиваться вот так вот назад а все-таки сесть прямо плечи вверх и отведем назад чтобы была прямая спина потому что от положения спины зависит уровень энергии который сейчас вы сможете пропускать через себя то есть моя цель это и почувствовать ощутить что вам по праву принадлежит и в то же самое время пропустить через себя энергию наполнится энергией давайте закроем глаза еще раз проверим закрытыми глазами свою спину позвоночник ощутите что вы отталкиваетесь от копчика или ягодиц прям можно перевести внимание и почувствовать как тело надавливает на своим весом на ягодицы а сейчас переведите внимание на макушку головы и позволим макушке слегка вытягиваться вверх при этом подбородок параллелен земле то есть мы не поднимаем его можно даже может быть чуть-чуть немножечко или опустить или все-таки он прямой просто тянем макушку слегка вытягиваем вверх ощущаем как тело отталкивается от поверхности на которой вы сидите плечи можно расслабить расслабляем плечики и сейчас вам предложу сделать следующее ощутите кончики языка и кончиком языка мы дотрагиваемся верхнего неба прям втыкаем его верхнее небо кончики языка это может быть непривычное вам такое действие но мы это делаем и при том надавливаем так чтобы язык был слегка напряжен если у вас получается кто уже занимается йогой или знаком с этой практикой можно кончики языка даже немножечко назад отвести в сторону гортани это важный момент в медитации а сейчас глазные яблоки поднимите вверх в легком варианте вы смотрите на точку межбровья или в области лба это простой легкий вариант сейчас попробуйте если у вас получается смотрим вверх как будто вы выглядываете за поверхность головы вверх смотрим и почувствуйте что как только вы свели глаза в одну точку состояние вашего мозга ума изменилась и сейчас удерживая внимание в языке мы надавливаем языком на небо удерживаем глаза положение вверх обратите внимание на дыхание живот расширяется на вдохе и сужается на выдохе только живот на вдохе расширяется и на выдохе сдувается животик продолжаем дышать животом это основа практики сейчас поверните ладошки вверх вам удобно сидеть и и еще глаза направляем вверх язычок тоже касается неба все внимание в голове ощутите свой мозг как сосуд божественного удерживаем внимание передней части мозга лобные доли а сейчас переведите внимание в затылок продолговатый мозг вниманием чуть-чуть спускаемся ниже затылка удерживаем глазные яблоки вверх язычок соприкасается с небом а сейчас переводим внимание вниз по позвоночнику опускаемся до самого копчика ощущаем свой мозг костный мозг и вниманием скользим вверх по позвоночнику медленно возвращаемся внимание в мозг в область лба при этом спокойно дышим удерживаем глаза вверх язык надавливает на небо все внимание на себе и сближаем присутствие свое внимание и позвоночник мозг и еще ближе сужаем дистанцию между вашим вниманием и позвоночником вместилищем божественной силой ощущите поверхность вашего тела как оболочку внутреннего сияния ваше тело это уплотненная энергия божественного духа и тех качеств которые развивает душа путешествуя по воплощению внимание в голове взгляд направлен вверх язычок касается неба ваше дыхание равномерное и едва заметное а сейчас создаем тишину наблюдаем за дыханием удерживаем внимание в себе в голове позвоночнике ваше внимание это есть присутствие божественной силы ваше внимание которое вы держите в позвоночнике это есть он творец удерживая внимание в мозге позвоночнике в сердцебиении вы являетесь той силой которая сотворяет мир ходить можно мягкое опустить глаза по желанию опустить язычок и прислушаться к сердцебиению ощутить свое дыхание давайте сделаем вдох и выдох и еще раз выдохнем отпустим все что было и потянемся руки через стороны подтягиваемся подтягиваемся друзья скажите пожалуйста получилось ли у вас ощутить или пребывать в некоем состоянии каком-то улетном состоянии получилось ли войти в это состояние можете просто плюсики поставить и хочу сказать почему так важно удерживать внимание на кончики языка почему нам с вами нужно направлять взгляд вверх да как можно выше вверх я уже вам открываю много секретов но те кто на эфире вы достойны этого неужели связь со вселенной через внимание до григорий то что принадлежит мне по праву это мое внимание григорий я очень рада что вы это осознали вселенная это и есть внимание которое мы погружаем в свой мозг и в позвоночник именно само можно сказать материя самого мозга нейроны и костного мозга и головного мозга и то есть то проявление божественного это нервная система это есть вселенная то есть он творец запись будет до и запись сохраню срочно скачаю надеюсь получится скачать и выложу в youtube поэтому в youtube вконтакте в телеграмм обязательно подписывайтесь ссылочки в историях найдете получилось до связь со вселенной через внимание наталья пишет не совсем с первой минуты постоянная зевота я вам рекомендую тогда наталья она так и есть когда я начинаю делать медитацию вот в начале сонастройка происходит то есть я тоже зеваю потому что во время зевоты открываются вот те ну скажем позвоночник это же это же есть та энергия это есть шива как я говорю в индии хочется сказать это есть столб света конкретно столб света это позвоночник как говорят светлое облако это есть вот это есть головной мозг то есть когда мы с вами отправляемся в источник света в самая высшая энергия любви мы направляемся в мозг это есть вся вселенная внутри нас когда мы путешествуем по своему мозгу по костному мозгу это и есть путешествие по вселенной это все внутри нас так лилия пишет все тело начало вибрировать я рада я рада что такое вибрация это есть как раз таки энергия то есть да вибрация пошла это и пошел поток энергии вибрация это электричество наша нервная система работает на электричестве электрические импульсы то есть все это абсолютно объясняется почему язычок мы располагаем вверх потому что язычок является тумблером когда он нас опущен вообще вот не знаете у нас мы сейчас много говорим у деток всегда кончик языка вверх направлен вниз опущен уже у взрослых людей и это потеря энергии мы сливаем энергию когда он опущен или когда мы говорим автоматически я сейчас много говорю я отдаю сливаю отдаю энергию для того чтобы восстановить ее нужно будет язычок вверх на замок за верхние зубы кончик или же вверх в небо тогда идет набор энергии но мы так устроены просто надо поверить в даотских практиках в югических везде язычок вверх глаза когда мы направляем сюда мы активируем полушария и межполушарные связи то есть вот таким вот образом такая медитация запись она останется вы можете ее пользоваться благодаря вот таким вот практика или такой медитации то есть вам не обязательно потом будет со мной медитировать вы можете делать это самостоятельно самостоятельно направлять внимание скользить по позвоночнику и вот делать такую практику после медитации появилась четкость и резкость краски стали ярче потому что налаживается межполушарные связи поэтому так и получается и вот если делать такую практику старайтесь делать как можно чаще если это делать регулярно даже я не говорю 20 минут 30 минут даже хотя бы немножечко чуть-чуть эту практику я сейчас даю на занятиях йогой поэтому я вас приглашаю на регулярные занятия йогой отсюда с Бали с энергией Бали плюс постоянно у нас потоковые медитации идут это очень интересное общение ну что ж дорогие мои наверное надо завершать мне эфир я надеюсь то что инстаграм у меня должен остаться должен сохраниться и надеюсь видеть тоже вас в инстаграм посмотрим как это будет происходить страничка вконтакте у меня есть телеграм-канал у меня тоже есть и ютуб все прямые эфиры будут в ютубе сохраняться а что вам хочу сказать на завершении еще раз суммировать то о чем мы говорили что есть дух постоянный и вечный в нашем теле дух это есть представитель духа головной мозг наш спинной мозг это есть дух а душа это сияние это оболочка которую мы взращиваем и в этом воплощении и во всех воплощениях поэтому сейчас наше время вот прям данное время нам нужно следить за своей душой потому что потому что это и души это есть сам это есть самый ценный ресурс во вселенной вот если у нас сейчас скажем мы с вами все стремимся обладать там долларами евро или золотом кто поумнее то есть фактически бумажки это есть ресурс золото есть ресурс то в мире вечном в постоянном мире ресурс это не деньги это не пшеница или рис это не айфон или макбук в вечном мире ресурс это внимание поэтому что мы можем с вами делать в данное время чтобы не поддаваться а жить своей собственной жизнью и даже становиться еще еще сильнее контролировать свое внимание то есть благодаря медитации и вниманию мы соответствуем программе той которая сейчас нам дана в том числе и в планетарном масштабе и сейчас еще в завершении скажу так как я являюсь астропсихологом исследователями древневидической астрологии джиотиш сейчас меняется кармическое положение узлов то есть если у нас оно шло было положение телец скорпион то есть выживание комфорт деньги питание а с другой стороны то есть то есть людям надо было выжить кушать у кого-то мало еды у кого-то много а с другой стороны перерождение выживание перерождение мистика то сейчас у нас меняются узлы и большое внимание ну для всех для нас будет направлено на раскрытие личности именно обретение личности обретение себя это в самом лучшем варианте развития событий в нехорошем варианте события развитие если человек не знает что вообще что происходит в мире то он будет поддаваться манипуляциям все что связано именно вот с головой поэтому для того чтобы соответствовать программе которая сейчас в данное время нам дается урок нашим обучающим как сказать в институте земля мы проходим урок раскрытия себя как личности обретение себя как личности и урок партнерства для всех это в планетарном масштабе да то есть вы поняли но об этом я еще может быть расскажу именно что нас ожидает при смене узлов вот сейчас вот это происходит прям буквально вот я говорю это все уже происходит на небе все мы чувствуем вот эти изменения очень серьезные поэтому медитация является в данное время оно прям включается как защита как следование требованиям времени чтобы не поддаться под тот морок который сейчас начинается нагнет начинает нагнетать именно в вот именно голова понимаете она может пухнуть от этой информации притом лживой информации потому что такое положение планет есть поэтому я вас приглашаю на занятие йогой если вам интересно потоковые медитации если вам интересно ну и потоковые медитации и практики и смотреть за своим телом и дыхательные практики за животиком я вас приглашаю занимаемся йогой регулярно и так же на астрологические консультации если вам интересно куда двигаться что у меня происходит что на что мне обратить внимание потому что это очень-очень важно я буду завершать эфир Виктория очень интересно жду эфира с этой информации а по поводу кармических узлов да сейчас очень большая смена происходит вот март-апрель в апреле шесть планет меняют свое положение из девяти это много шесть планет из девяти то есть сейчас идет глобальная перестройка мы все это все чувствуем все видим понимаете мы живем матрица и для того чтобы нам проходить обучение самым лучшим образом нам надо просто уроки учить не говорить что это плохой институт земля а уроки учить нам дали вот этот предмет выучить ну так давайте его изучать а если мы не изучаем нас наказывают да будет происходить смена кармические узлы меняются каждый раз на восемнадцать месяцев на полтора на полтора года и у каждого они происходят в зависимости от натальной карты у каждого идет по своим положением по свои личные вопросы ну а в планетарном масштабе сейчас каждый должен осознать кто я именно поэтому мой эфир называется смотрите кто я то есть осознать кто я что мне принадлежит да и вот другие вопросы я еще не раскрыла давайте наверное вы сами подумаете вопрос кто я куда я иду и зачем куда я иду и куда я уйду по завершению нашей игры вот этой божественной игры те кто прошел медитацию вполне возможно вы прочувствовали уже кое-что я благодарю вас за ваше участие запись сейчас сохраняю загружаю в youtube запись появится в вконтакте в фейсбуке в общем я везде на всех соц сетях и пожалуйста дорогие присоединяйтесь и в контакт и в telegram если вам это откликается со светом по свету всем пока пока и ваша благотворительность это если вы комментируете ставите сердечки каким-то образом помогаете каналу раскрываться потому что сейчас в этом потоке то что происходит везде надо поддерживать поддерживает расточки или звездочек или расточки истины вот это вот есть ваш ваш вклад в это дело всем пока пока всех обнимаю надеюсь мы с вами будем общаться ссылочки в историях заходите присоединяйтесь в контакте в telegram